ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, то есть вы не согласны, так, то есть вы не согласны. Так, тихо. Я навсегда пытался все конфликты решать словесно. Разработан план задержания и при поддержке нашего же Омского грома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда, в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло, и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Ответит по всей строгости закона. История Омского детоубийцы выходит на новый уровень. Пал жертвой домашнего насилия. Что известно о студенте, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти незнакомую женщину. И не буду спойлерить все темы. Начинаем прямо сейчас. Был шум, разговаривали, но, я думаю, мало ли зашли кто-то не в адеквате. Ну, поскольку холодно, рубашка вот такая начинает. То есть выскакивать и в позу сахарницы вставать. Что здесь происходит? Как бы не стало. Да, не стало. И пока сам продолжалось, потом затихло. А утром я вот это увидела в крови. Пятиэтажка на энтузиастов. Теперь уже не просто подъезд, а место кровавой расправы. Неделю назад местные жители обнаружили на этой лестничной площадке тело 21-летнего парня. Студент пытался бороться с извечной темой. Остановить домашнее насилие. История разворачивается на детской площадке глубокой ночью в субботу. Двое молодых людей замечают на улице женщину в слезах. Незнакомка рассказывает, причины истерики – проблемы в личной жизни. Сожитель – классический кухонный боксер. Оскорбляет, поднимает руку от агрессии любимого человека, а Мичка вынуждена спасаться бегством. Тогда 21-летний Геннадий предлагает жертве домашнего тирана свою помощь, не догадываясь, что уже через несколько минут это решение оборвет его жизнь. На горизонте появляется нетрезвый сожитель Мички и требует, чтобы женщина вернулась в квартиру. Угрожает ножом. Гена просто в этот день поехал к другу в гости, поэтому они ночью были на улице. Произошло это все вообще неожиданно, что для него, что для друга. Они просто заступились за девушку, которая сидела на улице. Всех подробностей я пока стараюсь не узнавать для себя, чтобы как-то держаться. Уже на лестничной площадке домашний тиран решает, что называется, осадить студента, который до последнего пытается убедить преступника сменить гнев на милость и перестать бить жену. Подозреваемый наносит один прицельный удар точно в сердце. Геннадий погибает на месте до приезда врачей. Нам соседка звонит с подъезда, с третьего. Говорит, Наталья, что у вас там трупок выносили утром рано? Вот так вот мы стояли примерно. Как вы нанесли удар? Вот так вот. Удар. Вот так? Вот так вот так, да. Сколько ударов нанес вам? Один или два. Дальше, получается, достал нож и, получается, порезал голову. Сегодня убийца пытается выдать себя за жертву обстоятельств. Рассказывает, под градусом решил, что хрупкий 21-летний студент угроза для его жизни и якобы для самозащиты достал нож. Теперь настаивает на превышении пределов необходимой обороны. Но сожительница покойного показаниям убийцы не верит. Гена всегда пытался все конфликты решать словесно. Если кто-то на него начинал нападать вот так вот, то и он в ответ. То есть сам он никогда не кидался на никого. О миролюбивом характере погибшего вспоминают и знакомые о Меча. О студенте отзываются как о воспитанном, неравнодушном и участливом человеке. В школе Гена был обычным, естественным, компанийским и веселым. Поступок его по-настоящему геройский. Общительный, открытый на общение человек. Воспитанный и уравновешенный. Сам поступок проявить смелость – это достойно уважения. И кто бы что ни говорил, он проявил мужской дух. А это редкость в наше время. Кто из оппонентов на самом деле первым перевел конфликт в физическую плоскость, сейчас выясняет Следственный комитет. Следственным отделом по Советскому округу города Омска, Следственный комитет России по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 5 Уголовного конкурса Федерации по статье «Убийство». На следующий день в отношении подозреваем избранные мероприятия по стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на остановление всех в тесте дела. Между тем, некоторые мечи о поступке студента все же высказываются довольно категорично. Кто-то настаивает – 21-летний парень погиб ни за что. По словам ближайших соседей, женщина, за которую молодой человек отдал свою жизнь, стоит подозреваемого. Примерно полгода назад тот освободился из мест не столь отдаленных, отбывал срок за управление автомобилем без прав и под градусом и привел в дом новую пассию. За это время парочка изрядно надоела соседям. Их совместную жизнь жильцы описывают как череду скандалов и дебошей. Жалуются. Давно устали от вечеринок в квартире на втором этаже. Подозреваемый был горяч на руку и непредсказуем, злоупотреблял алкоголем и держал в страхе целый подъезд. Шамотная квартира. Что это значит? Могут погулять хорошо, соседям давать покоя по ночам. У него столько было женщин, я не знаю, какая из них там кричат. Без понятия. Немного ходят. И парни, и девки. Кот скребет на своих ребят, так и он наскреб. То есть могли предположить, что не было? Дружки приходили два года назад, кидались на меня. Зачем я хожу, пишу в полицию. Ну покоя-то нет. Сегодня, по словам местных жителей, в нехорошей квартире продолжаются вечеринки, организатор которых полагают соседи – спасенная студентом Амичка. А сегодня ночью такая музыка, гуляешь. Я сначала таблеток наглоталась, натворил, ну сну, ну кого у меня подушка подпрыгивает. И музыка монотонная, так бум, бум, вот это вот по мозгам. Может быть, друзья. Они прям веселились от души. Сегодня в пять часов. Прямо от души. Тем временем у семьи ее спасителя совсем не праздничное настроение. В среду Амичи простились с погибшим студентом. У Геннадия остался трехлетний сын и любимая девушка, с которой он не успел сыграть свадьбу. Теперь неофициальная вдова намерена добиваться для убийцы студента максимального наказания. Еще одна история о домашнем насилии ворвалась в омские паблики в начале недели. Неприятное видео облетело все социальные сети. В стихийный ринг превратилась парковка одного из домов микрорайона Кузьминки. Схватка попала в объективы камер видеонаблюдения. В кадре домашний боксер грубо хватает девушку за шею, отталкивает, пинает, таскает за шиворот. Истязать жертву продолжают в подъезде. В этой истории очевидец насилия не встает на защиту представительницы слабого пола. Предпочитает не переходить дорогу разъяренному Амичу, не ввязываться в чужой конфликт. Отворачивается и уходит. А между тем испорченной укладкой дело не ограничивается. Нападавший не останавливается даже при виде крови. Что стало причиной скандала, переросшего в рукоприкладство, до сих пор неизвестно. Информацию приходится собирать, что называется, по крупицам. Причина потерпевшая защищает любимого. Решила не выносить ссоры за сбы, не рассказывать о конфликте с сожителем-силовикам. Обратилась только в больницу. А вот медики, зафиксировавшие итоги побоев, с молчаливой позицией девушки не согласились. Забили тревогу и привлекли полицейских. 16 сентября в отделе полиции номер один ОМВД России по городу Омску по данному факту зарегистрирован материал проверки. В полицию обратились очевидцы происшествия. Установлено, что конфликт произошел между сожителями. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного инцидента. Теперь пара, прославившаяся на весь Омск, натурально забаррикадировалась в квартире. Амичи категорически отказываются общаться с соловиками. Не открыли дверь участковому. Компьютон пришел проведать героев видеоролика, игнорируют соседей. Молчание встречают и журналистов. Жертва абьюзера уже простила сожителя. Девушка беременна от кухонного боксера. И разрушать союз пока не планирует. Соловики, впрочем, намерены продолжить проверку и довести историю до логического завершения. Правда, уже известно, в этом случае без активного участия жертвы привлечь дрочуна к административной ответственности не удастся. Я напомню, что не так давно город следил за другой резонансной историей о домашнем насилии. За судьбой Дмитрия Гончарова, который под градусом до смерти забил жену. Трагедия обернулась в празднование Рождества. Житель пятиэтажки на Малиновского отправил супругу на больничную койку в качестве наказания. Та забыла покормить трехлетнего сына. Град всевозможных ударов сыпался на тело женщины восемь часов подряд. Будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе совместного со своей сожиданностью распития спиртных напитков, нанес ей на почве личных неприязненных отношений множественные удары по голове и телу. Бил он руками и ногами. Количество ударов, которое описано следствием, не менее 49. Акзекуция Мичка не выдержала, скончалась на руках у врачей. Тогда выяснилось, Кончаров был знатным дебоширом. Но убитая о выходках домашнего тирана предпочитала молчать. Как вы относились к своему бывшему врачу? Как он был, как муж, как отец? Ну, как ответственно, когда приходила, сидит за компьютером, ребенок отдельно. Злопотребляла алкоголем? Злопотребляла, да. Жаловалась на него в вашей дочери? Нет, она мне ничего не рассказала. Теперь горячий на руку вахтовик коротает дни за решеткой. Вердикт Первомайского суда за убийство супруги – 9 лет исправительной колонии строгого режима. Скандал в кулуарах областного суда. Перед стартом процесса приставы успокаивают разъяренную толпу. Жители Кормиловского района натурально сдают нервы. Я не считаю, что он не виновен. Я считаю, что они оба виноваты. И оба должны быть на суду. Группа поддержки Амича, который, согласно материалам уголовного дела, жестоко расправился с дочерью, уверяет, от ответственности ускользнул один из двух виновников происшествия. Компанию по аквариуму Василию Загадцу должна составить его сожительница. На скамье подсудимых сельчане хотят видеть мать убитой четырехлетней малышки. Меня материалами стромят, что я такая сестра убийцы. Я не отпираюсь. Если он виноват, я думаю, что она ничем не меньше несет ответственности за убийство своего ребенка должна нести. Резонансное преступление, напомню, житель деревни Кольцово совершил в середине зимы. По версии следствия, 38-летний сельчанин был под градусом. Четырехлетняя дочь смотрела мультики и шум телевизора мешал пьяному мячу спать. Тогда отец троих детей набросился на девочку и задушил. А после вместе с гражданской женой лгал полицейским. По прибытию на место преступления правоохранительным органам обвиняемый сообщил, что дочь не убивал, а последняя скончалась от того, что съела чоис. Но силовикам удалось восстановить истинную картину событий. На теле ребенка эксперты заметили ряд повреждений в виде... Трех кровопотеков на лице, кровоизлияние, мягкие ткани, головы с леволобной области и точечное внутреннее кровоизлияние с правой заушной области. Смерть малолетних колесов наступила на месте происшествия от механической асфиксии, обзавривания... Теперь друзья семьи и родственники обвиняемого настаивают. Вина за произошедшее лежит не только на отце, но и на матери четырехлетней малышки. Отверждают, женщина вела разгульный образ жизни. Натурально кутила на детские пособия, отказывалась устраиваться на работу, злоупотребляла спиртным, не утруждала себя заботой о детях. Воспитание сводило к рукоприкладству, а вот подсудимого характеризуют с положительной стороны. Она поила Васю. Это Вера, его жена, сожительница. Мы часто не ходили, он к нам ходил каждый день. Придет, скажет, тетя, ты же у меня одна, я тебя люблю. А сейчас никто не придет, не скажет. Скажите, а как к детям он относился? Он относился хорошо до детей. Хорошо. Ну, пить, как она пила, так она и сейчас пьет. Она в данный момент, пока следствие идет, она по деревне ходит, пиво пьет. С подружкой день рождения отмечает. Это, которая мама, горем убитая мать, которая похоронила четыре месяца назад ребенка. Ну, вот что он задушил ее, я никогда не верила и не поверю в это. Я думаю, что они, скорее всего, об дрова. Они дрались. И на ней футболка, на матери порванная футболка. Я за паспортом ездила и брала у нее паспорт. Они даже в этой футболке порваны были. Они, скорее всего, дрались все. Да и сама потерпевшая признается, сожитель был любящим семьянином. Достойно проявлял себя в роли многодетного отца, успешно справлялся с родительскими обязанностями. Но в роковую ночь насельчанина словно нашло помутнение. Детей он никогда не обижал. Когда в вашем год был, я в полицию попала. Он, ну, ребенок с ним спал. За четырех лет постоянно с ним спала. Он никогда ее не трогал. Никогда ее не трогал, не обижал, да? Нет. И вот кричал, что он кричал? Придушу тебя. Придушу тебя. В каком положении девочка была? В каком положении загадки? Девочка лежала на полушке. А он рядом с ней лежал. Рядом с ней лежал. И что вы увидели? Руками ей шею держал. Между тем участники процесса настаивают. Мать убитой девочки путается в показаниях. Якобы раз за разом излагает новую версию произошедшего, а обвиняемый покрывает жену. Вы не согласны с показаниями потерпевшего? Нет, конечно. То есть вы утверждаете, что она говорит неправо? Я не помню. Конкретно какие у вас вопросы? Только улыбнула пять минут. В Ленинград что-то там, дай вы, дай я мою горь, отсюда, отсюда. Хочу пять минут. Так, то есть вы не согласны. Так, тихо, тихо. То есть вы не согласны с ее показаниями? Она была пьяна, утверждаете? Да, вы за четвертые ее напоказали, и все упорали в барах. О подозрительном поведении матери погибшей малышки вспоминает и фельдшер, которая в ночь убийства выезжала на место трагедии. Мать ко мне не подходила вообще. Вот подсудимая только по комнате ходила. Вот сейчас я буду виноват, вот, конечно, сейчас я буду крайней. После чего уже мать зашла, и она успокаивала подсудимую. Я спрашиваю, что случилось? Может, мне мать придет, расскажет? Мать нет, она там была. Ну, вы постойте, ну, вы хотя бы объясните, выжимать. Нет, не все. Между тем, непростые отношения со спиртным зафиксированы и в анамнезе у обвиняемого. Около 10 лет назад цельчанин числился пациентом психиатрической клиники. Лечился от алкогольной зависимости и приступов гнева. Проблемы с самоконтролем у загации развились на фоне длительного злоупотребления горячительными напитками. И теперь пристрастие к спиртному станет отягчающим обстоятельством. Подсудимый в полной мере осознавал происходящее событие. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, каких-либо отклонений в его психике не установлено. С учетом предъявленного подсудимого обвинения, а это по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, подсудимому может быть назначено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок до 2 лет. Кто из родителей на самом деле виновен в гибели 4-летней девочки, сейчас предстоит решить служителям Фемиды. Планировал сдаться новые подробности в истории убийства омского бизнесмена. Соловики продолжают допрашивать омеча, который по версии следствия застрелил 57-летнего Николая Плахина, директора и совладельца одной из фирм, занимающихся производством полипропиленовых изделий. Подозреваемый заявил правоохранителям, что понимал свое невыгодное положение и планировал вернуться в Омскую область, добровольно выйти к людям в погонах, но не успел. Мужчину обередил гром. Громкое убийство произошло на улице Крылова Ленинского округа в конце прошлой недели. Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в гараже обнаружили его жена и сын. Версию разбоя силовики отмели практически сразу. Улики указывали на то, что хозяин сам впустил убийцу в дом, значит, с преступником был знаком. Да и сейф с солидной суммой в несколько миллионов был не тронут. Проверялся круг его друзей и знакомых как раз именно при проверке этой версии и была получена информация о том, что к преступлению может быть причастен его одноклассник, так скажем, из параллельного класса. После того, как было совершено преступление, подозреваемый также дома не ночевал. Потом установили, что он ночевал в одной из гостиниц Омской области. В дальнейшем было установлено, что он покинул пределы Омской области и находился у своего знакомого в Тюмени. По распоряжению начальника МВД туда наши сотрудники выехали в служебную командировку. Там нас встретили коллеги из Тюменского управления головного розыска. Вместе был разработан план задержания и при поддержке нашего же Омского грома подозреваемый был задержан. В настоящий момент еще проводятся мероприятия по установлению местных ограждений оружия. Я думаю, что будет оно и изъято, и передано для соответствующих экспертиз. Обвиняемый – школьный знакомый убитого. Известно, что прежде у него было свое дело – кафе. Но предприниматель погорел во время пандемии. Амич долгие годы не пересекался с Плахиным, но в конце прошлого месяца сумел пробиться в круг его приближенных приятелей. По одной из проверяемых версий, надеялся реализовать совместный бизнес-проект. А когда в деловых отношениях начался разлад, не смог сдержать эмоций и расстрелял бизнесмена. Так это или нет, сейчас выясняют силовики. Походатайство следствия в отношении подозреваемого избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования сроком на два месяца. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления. Согласно объяснить, вы раздражаете будете с него и можете объяснить почему. Следствие полагает, что обвиняемый намерен избежать уголовной ответственности за содеянность. Если все может скрыться от органов следствия и суда. Отмечу, что подозреваемый сам не торопится пролить свет на темные пятна в истории. Ссылается на 51-ю статью Конституции и не свидетельствует против себя. Расследование продолжается. Случай утраты заграничного паспорта, этот паспорт не восстанавливается, а оформляется новый заграничный паспорт. Также предоставляется в отделении по вопросу миграции либо на портале государственных услуг, либо в многостанальном центре стандартный пакет документов. Это заявление, фотографии и оплаченные госпошлины. Заграничные паспорта выдаются сроком на 5-10 лет. Только после стечения срока действия заграничного паспорта он подлежит замене. То есть 14-18 лет заграничные паспорта менять не нужно. На этой неделе в перечне пострадавших снова дети. Подробности после статистики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры предоставил DimaTorzok Но на 830-м километре, как говорится, что-то идет не так Молодой человек совершает смертельный маневр, неудачно идет на обгон Водитель грузовой газели, мужчина 94-го года рождения, житель районного поселка Черлак Двигался по федеральной автодороге Тюмень-Омск в направлении города Омска И на 830-м километре в нарушении правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения Итог маневра – столкновение сразу с двумя грузовиками Запчасти автомобилей рассыпаны по асфальту У виновника ДТП ни единого шанса на выживание От полученных травм молодой человек погибает на месте Еще одна массовая авария – Омск, улица Кирова Водитель УАЗ «Патриот» спешит проехать по магистрали И таранит пролетающий мимо мопед, который в результате столкновения отлетает на двигающуюся навстречу «Газель Некст» За рулем Мокика находился молодой человек 2004 года рождения Также на Мокике совместно с ним следовал пассажир Он также доставлен в медицинское учреждение Водитель Мокика на момент дорожно-транспортного происшествия 10 дней как владел водительским удостоверением Теперь и 17-летний водитель мопеда и его пассажир под присмотром медиков Соловики продолжают проверку в отношении владельца УАЗа Перекресток Красный Путь-Затонская Должны ли водители, выезжающие с Затонской, уступать дорогу тем, кто разворачивается на Красном Пути? При осуществлении разворота на пересечении улиц Красный Путь и 1-я Затонская водители, которые двигаются по улице Красный Путь Обязаны уступать дорогу транспортным средствам, которые выезжают с улицы 1-я Затонская В противном случае за непредоставление преимущества водители могут привлекаться к административной ответственности В соответствии с частью 2 статьи 12.13 Кодекса об административных правонарушениях В соответствии с которой предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей На этом выпуск завершен. Спасибо, что досмотрели до конца Ровно через неделю новый обзор происшествий Будем разбираться в том, почему это произошло И выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось Здесь найдете выпуск «Кровавая невеста», а здесь историю одного похищения «Кровавая невеста» «Кровавая невеста» Субтитры создавал DimaTorzok